Ты не должен красть из дому, построенного мною, Сдержать чужое или вершить иные нечестивые деяния. Иначе в тот час будешь ты неизвержен и изнан вон, И земля язычников поглотит тебя навеки. Книга Камня. Крутые муры и господи одинаково крутые. Круто! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 чтобы перевести ее на русский короче вот пришлось установить одно установить другое там переписать конфигурации там документах через блокнот там какие-то настройки короче жесть просто я убил на это где-то два дня наверно так карта m понятно мы уже знаем что такое карта ok можно сохраниться погнали теперь ты должен научиться двигаться бесшумно некоторые поверхности шумят больше а некоторые меньше когда по ним идешь кроме того быстрый шаг создает шуму больше чем медленный прислушайся к собственным шагам чтобы понять насколько сильно ты шумишь теперь задание тебе нужно взобраться на платформу но так чтобы тебя не услышали пока я понимаю пока вру короче мы ходим тихо нас не слышат здесь есть железная железный пол на него лучше я так понимаю не вставать так с этой стороны тоже железный пол я думаю нужно пройти здесь отлично я тебя не услышал за этой дверью коридор который приведет тебя к следующему заданию озвучка просто класс знаешь она мне напоминает чем-то вот старые знаешь игры типа diablo там наш по-моему такая же была озвучка примерно ну те же озвучивали так какие сохранки теперь разберемся с оружием чтобы взять объект повернись к нему так чтобы он оказался в середине экрана и стал подсвечен тогда использую его вот понятно как из двери выбери оружие попробуй меч и лук ты всегда можешь отложить их в сторону если нужно освободить руки теперь вы идем во двор немного пострелять это убрать а единица это у нас меч так это блок сильный удар руки это у нас лук понятно немного постреляем значит лук на надо и погнали приготовил лук вставь стрелу и на тени тетиву удерживая кнопку атака убедись что натянул тетиву полностью иначе полной силы выстрела не получится прицелься и выстрели отпустив кнопку атака посмотри во сколько мишени ты сможешь попасть смысле высокой мишени здесь здесь один окей ему вроде четко сейчас ему голову но а же дурака мишени того как дебил стоит короче соломиную манекен до стыдни вы так окей хорошо стреляешь я не учуешь если хочешь когда будешь готов подойди к манекену и вы меч почти почти в яблочко погоди об хорошо я хочу вот это еще в яблочко попасть так чуть чуть пониже да наверно плеха нет опа вроде как четенько да окей чё нам говорила достать меч и подойти к манекену руби манекен мечом быстрое нажатие и отпускание кнопки атака дает боковой удар мечом если острее меча левее цели удар приходится слева если правее справа удерживая некоторое время кнопку атака и отпускаю ее можно получить удар мечом сверху попробуй все три удара на манекене и тогда хорошо теперь ты готов к тому чтобы поработать в паре живым партнером зоне спарринга вот живым партнером да ладно ну давайте давайте мне живого партнера сейчас ему надо юлище и чё с тобой с тобой ухты подло ну-ка ухты нифига себе короче я его это спарринга а у меня жизни короче не убавляется потому что наверное это тренировка я хочу себя вот так больно да больно да еще больно да нет не хватит иди сюда иди сюда чинкер и он теперь пофиг просто идет орет беру вот так вот так а тебе на наш кипа а вот такая кипа жопе так ладно чё там куда куда дальше я понимаю нам его не убить закрыто так можно убрать я так заметил то что с мечом он будет медленно смысл чё надо я что-то прослушал не хочешь освежиться перед долгой дорогой молодой человек пожалуйста возьми все предметы со стола посмотри предметы которые есть у тебя в карманах тот который ты видишь ты можешь использовать можешь съесть что-нибудь если хочешь а следующий тест ждет тебя за металлической дверью ну давай яблочко съедим дверь заперта но ключ со стола отопрет ее чтобы отпереть дверь выбери из твоих предметов подходящий ключ повернись к двери так чтобы она была подсвечена и используя ключ и дверь отлично теперь благодаря этому карьеру к следующей проверке вот так это работает окей так следующая проверка ну что что нам сейчас на этот и научишься новым способом передвижения во первых заберись по веревке и спрыгни с нее короче а золотое издание отличается тем что здесь переработаны текстуры в hd вот я не играл в оригинал но в принципе как бы игрушка смотрится довольно нормально для своих лет это отлично вот и плюс еще в золотом издании добавлены новые задания новые миссии короче новые уровни которых не было в оригинале для меня это как бы ну добавлено добавлена разница нет потому что я не играл не в оригинал я не играл не в золотое издание но для тех кто не играл золотое издание и но играл в оригинал для тех будет наверное интересно посмотреть что за новые миссии короче добавлены в игру окей мне надо вверх или вниз чтобы лезть вверх или вниз по веревке разумеется головой можешь вертеть свободно если еще раз прыгнешь то спрыгнешь с веревок смотри как прикольно забраться на платформу по веревке знаешь знаешь обычно в играх когда ты поворачиваешь голову а веревка как бы она не перед тобой здесь знаешь дело на прикольно как будто ты реально держишься веревка перед тобой ты вот вместе с ней до поворачиваешься в некоторых большинство игр короче просто тупо как будто ты за веревку не держишься старшего меня понялись и перепрыгни на другую сторону потока так разбежаться судя по всему короче шифт это у нас ходить вот а и так я всегда бегаю значит не прекрасно по таким препятствиям не трудно взбираться если знаешь как во первых подойди поближе к стене во вторых прыгни чтобы повиснуть на руках и подтянись очень хорошо я доволен тобой ты прошел последний тест на сегодня если хочешь вас лишь по упражняться в лазанье по стенам прыжках плавание лазанье по веревке ползание когда закончишь пойдешь к себе через эту красную дверь в принципе понятно в принципе ничего сложного пока что как это будет выглядеть на деле я не знаю хранитель тренирует меня чтобы я стал одним из них но я нашел этим навыкам еще одно применение а миссия выполнена ну окей я что-то еще спер успел окей тренировка хранителей у нас пройдено успешно ну что наверно на этом закончим вот так вот небольшое вступление будет всего всего ничего как бы по времени но я думаю серии как обычно будут там 25 максимум 30 минут вот 25 там два 20 30 минут так ну как обычно вот а статистику можно посмотреть смотря общее время 11 минут короче за 11 минут мы прошли тренировку окей ну и со всеми прощаюсь кому понравилось ставим лайки подписывайся на канал группу в контакте подписывайся на инстаграм комментируем с вами был валерий всем пока подписывайся на канал группу в контакте подписывайся на канал группу в сетчетке